А-рам-зам-зам! Гули-гули-гули-гули-гули-рам-зам-зам! А-рам-зам-зам! А-рам-зам-зам! Гули-гули-гули-гули-гули-рам-зам-зам! Вот так весело и задорно проводят время дети в оздоровительно-образовательном центре «Огонёк». Сезон здесь стартовал 15 июня. В первую смену сюда приехало 264 ребёнка. Их распределили по 9 отрядам. У них разные возрасты и интересы. Да и сидеть на месте не для них. Поэтому воспитатели и вожатые придумывают каждый день новые занятия и игры. Больше всего я работу люблю за то, что ты вкладываешь свои эмоции в детей, отдаёшь всего себя им до конца. Ты выжат как лимон, но когда ребята возвращают те же самые эмоции в двукратном размере, не знаю, это ни с чем не сравнить. Но дети здесь не только играют и отдыхают. Параллельно они и учатся. В этом году смена посвящена патриотическому воспитанию и носит название «Мы дети России». Здесь ребятам рассказывают о истории, традициях и культуре нашей страны и края. В этой первой смене запланированы у нас такие мероприятия, как линейка памяти, уроки мужества, также битва хоров, где тематику песен выбирают дети из советских фильмов, мультиков. Также караван дружбы, где каждый отряд представляет тот или иной регион нашей большой матушки Родины. Мероприятий много, впрочем, как и кружков. Тут ребята в два клика могут научиться создавать мультфильмы и анимированные ролики, используя всего лишь одну программу. Помимо этого они еще занимаются лего-конструированием, робототехникой и программированием. Робот вас дает старт. Он должен ехать сейчас вперед и при встрече с препятствием остановиться. Но как только препятствие уйдет, он должен продолжить движение. Понятно? Проверяем. Занятия, можно сказать, проходят индивидуально. И проводят их не абы кто, а преподаватели детского дома творчества. Каждая тема здесь рассказывается и объясняется более углубленно, не так, как в школе. У меня 28 ребят, все мальчишки. Работают все. Делимся на две подгруппы и максимально работаем. Это такие технические у нас сборы. Мы разбираем соревновательные направления, пишем абсолютно другие программы, не те, которые в обычном режиме мы проходим. То есть мы по большей степени готовимся к соревнованиям, к универсальным программам. Кроме этого, ребята здесь уже после пары занятий могут слепить из глины любую фигуру, нарисовать картину и сделать красивую аппликацию. Тут занимаются и журналистикой. Мы там развиваем дикцию, там съемка видео, берем интервью также, снимаем репортажи и маркируем видео, и вот вся вот эта вот сфера. Не обходится здесь день и без спортивных занятий. Погонять мяч любят и мальчишки, и девчонки. Дети регулярно играют в футбол, волейбол, занимаются плаванием и посещают хор, где они готовятся к конкурсу. И между нами снова труп выросла стена. Да, поют не как оперные певцы, но это и не нужно. Главное, ребята при деле. Кстати, вместе с ними в смене поет и оттачивает свои навыки Ева Брыкова. Та самая, которая пела песню про Уан-Удэ на дне города. Я подумала, это правда? Вот у меня такая мысль крутилась. Когда вот за кулисами, там очень волнительно, а когда вышла, ну я уже поняла, все нормально, все хорошо. Но что бы ни делали ребята, рядом с ними всегда их любимые вожатые. Они с детьми на одной волне. Надо сыграть в футбол? Не проблема. Попеть песни под гитару? Да легко, только позовите. Среди них Дугар Зандуев. Когда-то он был простым вожатом, а теперь стал старшим. И уже новобранцем рассказывает, как работать с детьми. Честно говоря, этот выбор прошел почти 10 лет назад, в 2013 году. И он был абсолютно случайным. Просто одноклассники сказали, давай вместе проведем лето. И вот так вот я остался. Вот сейчас десятый год работы. В первую очередь, вожатый должен быть ответственным. Потому что безответственный вожатый – это катастрофа. Во-вторых, он должен быть креативным, заботливым. И ни в коем случае он не должен быть равнодушным. Для нас важно для каждого ребенка создать ситуацию успеха, в которой бы он почувствовал себя уверенным, значимым и понял бы свою важную роль в отряде. И у них это получается, потому что ребята приезжают сюда снова и снова. Некоторые буквально выросли здесь. Здесь своя атмосфера. Ну, лагерь «Огонек» – частичка моего сердца. За 21 день все здесь становится будто бы родным. И эти узы уже трудно порвать. Андрей Слепнев, Екатерина Елистратова, Евгений Павлов. Новости дня.